Привлечение молодых специалистов на предприятии области – важный вопрос, от решения которого зависит успех развития региона. ЮРГУ является ведущим вузом, выпускающим высококвалифицированных специалистов для всех отраслей производства. Именно поэтому круглый стол по вопросам кадрового обеспечения предприятий был организован в нашем университете. Выпускники этого вуза, они конкурентно способны, они востребованы, они идут в ногу со временем. И ЮРГУ всегда встраиваются в те потребности экономики и в те потребности жизни, которые у нас, в те моменты, которые происходят. Поэтому специалисты, они востребованы ЮРГУ, котируются у работодателей. Вносимые поправки позволят молодым специалистам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, получить отсрочку от службы в армии сроком на 4 года. По крайней мере, с учетом того, что на период работы, он не будет уходить с предприятия, зная о том, что ему будет предоставлена срочка, если эта поправка будет принята. Поэтому как минимум до 27 лет он будет работать, но там вдруг понравится. На данный момент самыми востребованными на рынке труда являются представители технических специальностей, особенно выпускники металлургического и приборостроительного факультетов. Большинству парней, конечно, это хорошее подспорье, чтобы официально не служить в армии. Это хорошая заработная плата. Я считаю, что это достаточно выгодные условия для студентов-выпускников, особенно технических специальностей. Я сам участвую в оборостроительном факультете и задумываюсь о том, чтобы продолжить дальше работу при ОПК. Также участники круглого стола уделили внимание проблеме импортозамещения в нашем регионе. Было отмечено, что именно ЮРГУ располагает необходимой научной и практической базы для подготовки специалистов, готовых участвовать в организации высокотехнологичного производства. Те разработки, которые были в ЮРГУ, они все были очень высокого уровня. Другое дело, что они не были в свое время востребованы промышленностью. Считалось проще и дешевле купить за рубежом, нежели чем разрабатывать здесь у нас в Челябинской области и не только в Челябинской области и производить здесь. Ситуация изменилась, но в принципе мы готовы к этому. Конечно, определенные усилия нужно приложить для того, чтобы где-то что-то улучшить, где-то поднять, где-то усилить. Но в принципе такая программа, не называющаяся импортозамещением, ведется в ЮРГУ с 2010 года. Это программа Национального исследовательского университета.